Машина едет. Не газуй, не газуй. Аккуратно, аккуратно. Притормози. Ямы. Моня. Друзья, всем привет. Всем доброе утро. Потише. Сделай чуть-чуть. Не газуй. Не газуй. Почувствуй, почувствуй. Почувствуй тормоз. Почувствуй газ. Ты смотришь машины сзади? Да. Ты не посмотрела даже? А это что? Не надо называть. Помедленнее едь. Слушайся, папа. Короче, друзья, всем привет. Всем доброе утро. Мы сейчас находимся в Ече. Помедленнее просто. Несмотря что на улице очень шикарная погода, на улице плюс 6 дождь валит, мы приехали в Ече. Так как дороги сейчас пустые, очень мало людей, кто ездит на даче. Монечку мы посадили за руль первый раз, да? Второй раз она уже у нас за рулем. Да, сейчас будет поворот. Мы включаем поворотик. Где у нас поворотники? Да. Куда мы его? Наверх. Правильно. Молодец. Максимка у нас спал всю дорогу. И как только приехал, он чувствует, что мы приехали. Он сразу же просыпается. Да, сынуль? Блин, здесь так все мокро. Капец. Ты же хотел погулять. Да, хотел погулять. Короче, мы с вами вообще хотели поехать в другое место, но из-за погоды мы не поехали. А не хотелось сегодня сидеть дома сегодня, и мы поехали к нам на позон. Так хочется скорее весны или даже лет... Нет, весны. Я больше люблю весну, наверное, чем лето. И чтобы можно было везде ездить, гулять и туда, и туда, и туда. Столько планов. Но вот это с неба сыпется, льется. Это ужасно. Максим, прикольно? Что? Здесь. Папа, она хочет на камеру. Мастер? Да. Я не хочу весны. Просто точно там и солнце. А вот я хочу лето. Там все время, солнце, 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 солнце. Монечка, Настенька, ты будешь там чай, кофе, что-нибудь будешь? Да. Да, кстати, мы сегодня утром делали сырники и взяли их с собой. И здесь мы сейчас их перекусим. А молока нет? Извини, конечно, но молока здесь нету. А какой есть чай? Любые чаи у нас здесь есть. Сейчас своим покажу, как я начинаю, начал разбирать теплицу старенькую. Да, Максимка, пошли, папа тебе покажет, как я теплицу разобираю. Пошли, иди сюда. Поднимайте ноги, здесь мокро очень. Трава мокрая. Видишь, маленько? Эту теплицу надо полностью до весны убрать мне. Прикольно? О, смотри. Смотри, Зай. Пап, ты что? Вот, представляешь, ее убрать, вообще будет классно, да? Только свинерадом что делать? Нужно его куда-то пересадить. Траву надо косить. Ну, посмотри, длинная какая. Да, да, трава длинная. Мама! Как страшно, как будто, ну, не знаю, или... Ужас. Мама, как-то так страшно, как будто сейчас холи и так на холи песков. Полиночка не дает сказать слова ни одного, я хочу спросить. Отойди, Полиночка. Я хотела спросить у вас, товарищи. Вот видите соседский участок? И видите, посмотри сюда. Вот это, хотелось, таблица. Теплица. Теплица загораживает от соседей. Мы, конечно, не сильно прячемся, но все равно, да, комфортнее, когда вы меня поняли. И вот здесь наша зона для отдыха, вы помните, гамаки, мы тут лежим, в купальниках загораем, на качелях сидим. И они там сидят, кушают, как бы, да, у них прям зона такая, и не хочется никого смущать. И из-за этой теплицы нас не было видно, и нам их не видно, это отлично. Но мы же с тобой... Мы сейчас ее убираем, и здесь будет там такой телевизор. Поле-поле. И что я хочу сказать, может, у вас есть идеи, что туда... Конечно, можно, да, мы сами тоже не тупые, да, можно туечки посадить, там, то, сё, кусты какие-то, деревья. Ну, блин, это пока вырастет, да. Ну что, кусок забора здесь поставят, ширму? Мы думали поставить еще одну теплицу. Мы купим, да, короче, друзья, мы просто купим маленькую теплицу и поставим ее вместо этой теплицы. Но если у вас есть какая-то идея более гениальная, да, то, пожалуйста, пишите комментарии. А она все равно маленькая тепличка, она будет такая маленькая как-то. Ну, короче, если вдруг у вас есть идеи, напишите нам внизу в комментариях, как можно здесь отгородиться. Вы, конечно, будете смеяться, но смотрите, это тюльпаны, зайка, а что это? Ну, тюльпаны, нет? Слышно? Сильно меня. Просто мы видели в новостях, что ландыши, а ландыши и подснежники это одно и то же? Нет. Ландыши и подснежники это одно и то же? Подснежники это первее выходит, чем ландыши. Да? Да. Вот я тупая. Вот я тупая. Короче, мы видели, что подснежники выросли зимой, и у нас тюльпаны. Короче, зайка, видишь, молодое дерево, и оно уже покрылось этим вот мыхом. Больное? А знаешь, что я узнал, что если ты около деревьев, там груша, яблони, там слива, посадишь туи, то тогда деревья портятся. А, ну, рядом же нет туи? Да. Почему? Туи там, туи там. Это считается рядом? Везде туи, да. Ну, то есть вообще нельзя на одном участке держать? Обычные деревья и эти все лиственные туи. А что вот с этерном? Это тоже. Это мост. И все? Он не выжил их? И, ну, это сохнет. И такая же проблема у всех соседей, кстати. Потому что везде туи. Ну, на участке хочется и туи, и деревья. Нужно выбирать или туи, или деревья. Терево, терево, терево. Ну, почему? У твоих же дедушки, бабушки здесь тоже были и туи, и все, а деревья были нормальные? Нет, у девушки тоже самое были вот такие. Друзья, короче, мы сделали чайок, кофеок. Короче, передаем привет сейчас Жене, Наташе и Кристине. И также передаем привет всем-всем-всем-всем-всем нашим подписчикам, друзьям. Друзья, нам здесь поздавали парочку вопросов. Тут от Лены нам задала много вопросов. Она нам написала на латышском языке, она, наверное, хотела ответы на латышском. Но все-таки подписчиков у нас большинство, да, скажем так, русскоговорящих. И это неправильно, да, тратить время. Первый вопрос был такой, что КАСЮС ЕД ВЕСМО, что нас вдохновляет? Нас вдохновляет наша семья, наши дети, наша жизнь, ну, короче, все, что нас окружает вокруг. Каждый день что-то вдохновляет, понимаете? Просто солнце светит, вдохновляет, музыку классно услышал, да, вау, все, понеслось. Ну, как бы, это такой вопрос. Это называется просто жизнь. Хорошо. Задаю вопрос. Какая ваша за все время самая любимая книга? Моя любимая книга, друзья, доктор Айболит. Помню, кстати, у меня сейчас нет любимой книги, потому что, ну, прям вот, чтобы она любимая. Что такое, что любимая книга? Для меня понятие такое, книга понравилась, книга не понравилась. У меня книга детства до сих пор дома лежит. Было интересно читать? Не интересно читать. У меня есть книги, которые я даже не дочитала до середины, потому что мне вообще было неинтересно. Есть книги, которые, ну, нет, два раза, скорее всего, вряд ли я читала, потому что мне достаточно... Ну, я с первого раза все понимаю. А вот, правда, у меня тоже есть любимая книжка детства, и она такая толстая, она вся в сказках, и там самые классные сказки. Она сейчас у наших деток, ну, вот она действительно моя любимая, недавно дети перебирали, говорят, может, выпросить? Я говорю, да сейчас мы ее читаем. Что может нас рассмешить? Тех, кто знает нас. Рассмешить нас может все, что угодно. Пошли, что... Нет, какие ваши жизненные цели? Ну, как бы, целей всегда очень много, так же, как планов. Цели, планы, ну, как бы, да, но мы не привыкли о них говорить. Ну, как бы, они есть. Цели есть, да, но они остаются при нас, не на общего, это... Ну, кажется, понятно. Как вы лучше всего проведете конец недели? Проводим, может, проводим конец недели. Дома, с семьей или куда-то, с семьей куда-то поехать. Ну, главное, чтобы быть с семьей вместе. Мне тоже нравится. С хорошим настроением. Мне нравится, когда... Да, в принципе, не важно, это конец недели, начало недели, середина недели или выходные. Мне нравится, когда все дома, и мы что-нибудь вкусное готовим, и у всех отличное настроение, дома все спокойно, тихо, никто не ссорится, не ругается. Может включить какой-то фильм или музыку. И когда вот эта вот именно обстановка спокойная, да, и вот тогда это самое классное. Какие вы были в детстве? В детстве мы были маленькими, смешными. Не, ну, сейчас мы тоже смешные и молодые, и прикольные, и так же самое сейчас, мы тоже прикольные. Ну, короче, я была в детстве очень стеснительная. Мама мне рассказывала. Я очень мало разговаривала. С меня не было, нельзя было вытащить ни одного слова. Просто клещнями с меня вытаскивали что-нибудь. А зато сейчас не закрыть ее, вот не закрыть. Да, я реально очень стеснительная была. Сейчас, сейчас. Не, ну я тоже в детстве был стеснительный. Да, мальчики бывают стеснительные в детстве. Лена, спасибо вам большое за много вопросов. Пошли дальше, пройдемся. Короче, есть еще вопросы, очень много вопросов про кормление. Вот эта тема вам была интересна. Юляша спрашивает, скольки кормили вторую дочку? Милена я кормила до трех лет, так что не смеяться. Мы тут будем стоять? Не смеяться, я так решила. Я ее кормила до трех лет. Да, мы ее кормили дольше всех. Это много, это чересчур, это слишком. И главное, что мы хотели отучать, и мы мазали и... Это мазали. Горчицы. Горчицы мазали. Она съедала горчицу и продолжала кушать дальше. А в какой-то момент, буквально за несколько дней, там, недель до дня рождения, я так психанула, я сказала, нет, ты не получишь, и все, меня достало это. А она же уже взрослая, она же понимает. Она такая, ну ок, легла спать и дальше что, и все, я даже не вспоминала. Понимаете, зачем я вообще это делала? Зачем? Сумасшедшая мать. Сумасшедшая мать. Я прекрасно знаю, зачем я это делала, потому что я Монику не смогла кормить. И меня прям такое было, знаете, на душе, что я что-то не выполнила, свой долг не исполнила, не смогла прокормить, вскормить ребенка. И на Миленке, короче, за двоих оторвалась. Почему мы не кормили Монику грудью, потому что... Мы же вы сказали в том видео, пускай пересмотрим. Полина спрашивает тоже про кормление, но уже не Миленкина. Я не помню, что мы вдруг оговорились, мы там точно Милена спрашивали? Про то кормление мы говорили про Милену. А сейчас Полина спрашивает про кормление Полины. Дождик пошел, дети, очень сильный. Поля, встань, пожалуйста, под крючей, потому что дождь пошел. Да, мы, видимо, про кормление Полины заинтриговали вас. Меня видно? Да, видно, 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 конечно. Меня видно? Что было с Полинкой? Когда у нас родилась Полинка, все было хорошо, но первую ночь после рождения врачи заметили, В эту же ночь, да. В эту же ночь, да, врачи заметили, что Полинка как-то дышит нехорошо, да? Что-то было уникально. Да, меня перевели в палату после родственного отделения, и мы легли спать, она ни разу не взяла грудь, она просто вздрыхла. И утром вот этот обход врачей там, да, и... А мне говорит врач, она так давно дышит, а она, знаете, как дышит и поет, да, там звук издавала. Я говорю, ну, как бы, да, вот уже вот всю ночь она так и грудь не берет вообще. Аня резко просто... И в интенсивную терапию. Я только не успела, говорю, сейчас я приду, подождите, я в душ схожу. Ее забрали в интенсивную терапию. А я, главное, довольный, на следующий день прихожу, там, принес ей, ну, готов, ну, принес ей покушать, все довольный. Она выходит вся в слезах. Я говорю, что такое? Она говорит, нас положили туда-туда. Я говорю, что, почему? Ну, сколько, то-то, то-то. А я, понимаете, мы тогда родили, и меня в палату, он уехал, и он телефон мой забрал. Я осталась без телефона, я ему даже позвонить не могла, что нас перевели. Я просто не знала, у кого взять этот телефон, позвонить. Я там взяла, потом телефон позвонила. И, короче говоря, водичка с легких у нее до конца не вышла, да? Да. От этого все было, не знаю, плохо ли они ее откачали сразу. Они же откачивают эту водичку, да, получают в родзале. Плохо они ее откачали или что? Потом, там они что-то делали в интенсивной терапии. Я была всегда рядом. Короче, она была где-то неделю под аппаратами постоянно. Потом у нее пошло воспаление, потом желтушка, то есть, лежала в этой лампе. Воспаление надо было лечить антибиотиками. И я первые дни на стрессе на таком была. То есть, я только родила всплеск гормонов, и тут у меня забрали ребенка. Я, получается, родила третьего ребенка. У меня впервые в жизни такое. Просто мы были, ты с ней лежала вместе, ведь? Ну как, я лежала в палате, а она лежала рядом в боксе. А, точно, да. А это отдельный зал, где все детки в боксах в этих лежат. И там куча этих аппаратов, куча этих пищит, да, там цифры. Я такое в жизни видела у себя, чтобы меня это коснулось впервые. Я была к этому не готова. И я получила огромный стресс. И молока у меня, знаете, когда оно должно вот только-только приходить, а у меня и ребенка рядом как бы нет. Я, конечно, туда постоянно там находилась с ней, да, но у меня его рядом нет. Я не могу приложить к груди. Подожди, у меня рука устала. Я, получается, не могу приложить ребенка к груди. Молоко не вырабатывается. И вот этот стресс, я подержу. И вот этот стресс, мне это дало настолько сильно. Вы не можете представить, как я там рыдала и что я чувствовала вообще. Это я видел такое, друзья, это просто. Я говорю, Настенька, ради Полины, ради молока, не нервничай, чтобы у нас было молоко. Она говорит, я не могу. И у меня слезы текут. Мне кажется, за 33 года это был мой самый большой стресс тогда. И молока я сцеживала каждые 3 часа. Я хотела сохранить молоко. Ее там кормили через зонт, получается. Но мне сказали, сцеживай. Если хочешь, чтобы молоко было, сцеживай. Я постоянно днем и ночью, днем и ночью, каждые 3 часа. И молока было, я говорю, вообще, вот капельку, капельку. И мы радовались этим 10-ти грамм, 20-ти грамм. Я ему фотографировала вот столько, знаете, такие для таблеточек, стаканчики маленькие. Я вот столько накапаю, сфоткаю, ему говорю, смотри, молоко есть. А потом мне ее перевели в палату через неделю. И мы там 2 дня каких-то, да, под наблюдением еще находились. Я тогда ее, ну, я тогда уже и в зал ходила, ее в груди начала прикладывать. Мне разрешили в какой-то момент. Потом ее начали подкармливать с бутылки. И мне, ну, говорили подкармливать ее из бутылочки. И молока у меня было очень мало. Я кормила ее из бутылочки, все. И потом какая-то месяца 2, да, у нас была хиромантия, потому что вроде бы я хотела... И молока мало, и с бутылочки, и то, и то, и то. И какой-то раз я начиталась информацию, и хочу сохранить молоко. Я не хочу ее кормить с бутылочек. И я тогда положила ребенка спать с собой. От этого вырабатывается какой-то гормон, что все это чувствуется, что ребенок рядом, молоко вырабатывается больше. Комары. И перестала давать бутылку, а грудь давала постоянно. Просто постоянно, постоянно, постоянно. Помнишь, как я говорю? Постоянно. Просто ей пихало. И оно пошло, оно пошло, оно полилось. Его было много. И кормили мы ее 2 года. Как я завершила, это очень интересная тема. Если вам будет интересно, как легко завершить, и очень интересно грудное вскармливание, напишите внизу в комментариях, расскажу в следующий раз. Друзья, также самый был вопросик, опять же, про спорт. Опять же, чем увлекались мы в детстве, да? Чем увлекалась ты, чем увлекался я. Кажется, Елена, кажется, спрашивала. Да. Ну, мы, кажется, уже отвечали на вопросик этот, чем мы увлекались. Прямо так вот нет? Нет? Короче, ну, чем ты увлекался в детстве? Короче, друзья, я лет 7-8? Да, лет 7-8 я занимался бальными танцами. Да, все эти там чача-ча, там пасадобле, румба, там джайв, вальс. Он до сих пор очень классно танцует и шикарно ведет. Вот. А вот то, что ты говорил на борьбу, это было до... Потом... Боли после? Нет, это было во время танцев, я стал ходить так же самое на джудо и самбо. Борец-танцор. Да, на джудо и самбо, но вот честно, вот честно говоря, я потом выбрал танцы, и я бы до сих пор, до сих пор был, сейчас бы занимался, потому что мне это очень нравится. Я даже бывает дома включаю эти все каналы, ну, бывает происходит по телевизору, показывают конкурс бальных танцев, и мне интересно посмотреть. Но партнерша, она перестала ходить на танцы, а привлекать к новой партнерши, это очень тяжеловато. И поэтому я подумал, ай, ладно, брошу, все, надоело. Вот. Потом я опять же вернулся на борьбу, позанимался борьбой, ну и все. Ну а сейчас хожу в фитнес-центр. Я, короче, в детстве не занималась определенным спортом, как долго, ну там, дети занимаются, да. Я ходила на аэробику в школе, мне очень нравилось, но я очень стеснялась танцевать. Вот как сейчас помню, мне и хотелось вроде, а я и стесняюсь, кого стесняюсь, не могу понять. Сейчас меня засунь на аэробику, я там, ху! Короче, потом я ходила в бассейн, постоянно ходила в бассейн, тоже от школы был бассейн, мы ездили в другой район, купались. Там меня тоже, ну я, короче, очень хорошо там, ну, плавала, мне нравилось. Потом я ходила на кружок лепки глины, представляете, я лепила из глины, хотя что-то делать руками и творческие какие-то моменты, это вообще не мое. И я ходила на кружок шитья игрушек, там я научилась держать иголку, нитку, все это делать. Я помню, я была очень маленькая, но это классно, некоторые навыки самой маленькой девочки, привыть, это классно. Так, и так же самое вы спрашиваете, чем она занималась или занимается Моника и Миленка. Ну, так как мне нравятся танцы, я очень хотел, чтобы наши с Носюшкой девочки, они ходили на бальные танцы. Моника наша ходила на бальные танцы, сколько она проходила? 4 года. Она 4 года проходила, но ей это не нравилось. А вы знаете, что и спорт должен нравиться человеку, и особенно танцы, потому что танцы, ты должен в танец вливаться, от всей души танцевать. Сколько я Монику заставлял этим заниматься, я вижу, что ей это ну вообще, ну никуда не нравится. Да, она через 4 года призналась, что она мучилась. Да, мы 4 года ее получается мучились, и мечта моя не совершилась с Моникой. И подросла Милена, и так же самое я Миленку отдал тоже на танцы. Но, как вы поняли, что она у нас девочка такая не танцорша, она у нас такая, ей нужно вот, она ходила на греко-римскую борьбу, ей очень нравилась греко-римская борьба. Милена год на танцы проходила. Она год проходила. А потом ушла Моника, и Милена такая на старшую сестру посмотрела, такая, хоба, я тоже уйду. Да. Потом Миленочка наша пошла заниматься греко-римской борьбой, а сейчас, да, это ей очень нравится. Потом она в школе с классом ходила на экскурсию, на экскурсию ходила на китбоксинг, она такая, папа, мама, я хочу ходить на китбоксинг. И на легкую атлетику она ходила. Она ходила на легкую атлетику, а сейчас она ходит на эти, современные танцы, да. А Монечка наша, Монечке нашей нравится заниматься волейболом, друзья И она уже узнала, где у нас в городе профессионально занимаются этим И обещала ходить на волейбол Ну она и в школе, помнишь, третьей, когда ходила? Да Она туда на волейбол ходила, только не туда, а в другое место Но так как она перешла, школу поменяла, она сейчас туда не хочет ходить И поэтому нашла себе другой волейбол Так что, друзья, что, пошлите, пошлите пьем кофеек Сырничек кушаем, а то мы уже замерзли Я надеюсь, вам сегодня понравится такой влог Что мы рассказываем вам что-то Потому что в такую погоду опять не хочется вам показывать, например Вот мы позавтракали, вот мы в магазине Ну, поэтому сегодня решили с вами просто поболтать Вот, и обсудить разные темы Так что, если вам понравился этот влог, ставим пальчики вверх И пишем также самое дальше комментарии Задаем также вопросики Ну почему? Если не понравился, пальчик вниз Ну да Сырнички, сырнички, сырнички Как я люблю сырнички, особенно на свежем воздухе Да, пальничка, бери Очень вкусная Папа, а ты не хочешь помоги танцору сказать Так я шла по ним Мы уже рассказали Полинечка, да, Полинечка сейчас тоже самое Она у нас ходит на те же танцы, куда ходит Милена Да, Поним? Я сюда хочу Только там одно тишение сложное Я дома покажу Хорошо, хватит? Так, все, мы выезжаем Максим, ты где? А что ты взяла? Воду О, какая ты сообразительная Молодец Термус, да, когда сейчас водички там? Ну потому что в машине очень быстро остывает его вода Ну и превращается в лед Я как бы за то, чтобы дети пили холодную воду, но не лед Дорогие друзья У нас вечер Макс спит Полинка уже ложится Все намыты Все покормлены Мы, кстати, после того, как приехали с дачи Покушали И поехали Пообедали И поехали в гости к моим родителям Были там немножко в гостях И Потом приехали домой И быстро в гонки, в гонки, в гонки Все дела, 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 дела Папа на работу ушел А я хотела кое-чем с вами поделиться Я какое-то время назад решила, что хочу заменить весь уход Он у меня, в принципе, для лица Он у меня и закончился, как бы, да И я хотела что-то новенькое Обратила внимание на испанскую профессиональную косметику Сейчас вам покажу, какой кремушек у меня теперь есть И масочки Я тут сижу у Моники в комнате Потому что освещение хорошее Вот такой вот кремчик Напишите обязательно, брали такой или нет Хоть раз Мне он очень понравился по консистенции В принципе, вообще такое лицо приятное после него Я просила в магазине, чтобы он был максимально увлажняющий Восстанавливающий В общем, чтобы моя кожа напиталась В смысле напиталась Увлажнилась очень хорошо В комплекте была такая ложечка Мне нравится, когда ложечки есть в комплекте Это классно Это сразу плюсик И вот такие масочки есть Классные маски Я, в принципе, читала про этот бренд Испанская профессиональная косметика, еще раз повторюсь Масочка тоже вот такая упаковочка На три раза идет Цены там доступны Я могу, кстати Оставлю вам магазинчик Магазинчик находится в Риге Там есть также Спа-салон И вообще в этом магазинчике Очень много разных вкусняшек Для лица, для тела Думаю, многим будет интересно А если вы находитесь в Риге Тем более Заходите Побалуйте себя Процедурочками разными тоже Вот И тогда На сегодня будем с вами прощаться Сегодня такой Влог болтовни Тоже иногда нужно Нам кажется Да И как бы Как получается Да Уже очень хочется спать Завтра еду в садик Самое утро В общем, все, дорогие друзья Увидимся с вами завтра Всем пока Спокойной ночи Пока Субтитры сделал DimaTorzok